Десять анапчан, победители всероссийского конкурса «Зелёная планета», поздравили с победой и вручили подарки. Всего на отборочный этап научно-практической экологической конференции ребята представили более 50 работ. Работы самые разнообразные. Исследователи – это особые дети со своим складом ума. Это дети, которым характерен пытливый ум, любовь к природе, трудолюбие. Не каждый человек может заниматься, и ребёнок, тем более исследовательской деятельностью. Подготовка конференции – многодневный труд педагогов, школьников и их родителей. Самая многочисленная группа участников конференции – 20 детей. Ученики средней школы номер 5. Восемь из них заняли первые и третьи места. Какие секреты таят волосы? Экологическое состояние высокого берега Анапы. Чипсы – продукт вредный или полезный. Витаминные растения в доме зимой. Это не все темы, которые интересовали участников конференции. Ученик 4-го А-класса школы номер 19 Алексей Филатов занял одно из трёх первых мест в номинации «Первые шаги в науку». Меня задействовал вопрос, можно ли вырастить эти витамины на подоконнике? Я сам заметила, что зимой я очень часто болею. Это из-за недостатка витаминов. Вот я и решил вырастить витамины на подоконнике. За призовые места боролись семь школьников старших классов, которые защищали свои исследовательские проекты. Семиклассница школы номер 4 Анастасия Маслова занялась наблюдением популяции орхидеи рода Офрис на Большом Утрише. Девочка-получицах. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион.